Добрый день, уважаемые коллеги! У нас сегодня очередная встреча, в последний раз пресс-конференции главы республики у нас проходила в августе прошлого года. Произошло много событий с того времени. Я думаю, что у всех у вас есть вопросы, которые вы хотите задать Михаил Васильевичу Игнатьеву. Коллеги, с вашего позволения, право первого вопроса предоставим самому молодому нашему средству массовой информации, это Ванрадио. Юлия Важенина, Таванрадио. Михаил Васильевич, прошел ровно год с исторического момента воссоединения Крыма с Россией. Что именно для вас значит это событие? Спасибо. Спасибо за вопрос. Это историческое событие. Чему мы все рады? Я сам недавно посетил и республики Крым, и город федерального значения Севастополь. Крым, и город федерального значения Севастополь, постречался с нашими уроженцами. На словах, может быть, сложно передать, но я почувствовал, жителей этих территорий, насколько они рады. Эта победа, этот порыв, соответственно, каждого человека, каждого жителя и молодого поколения, республики Крым и жителей Севастополя, конечно, дорогого стоит. Это бесценные вещи, которые еще историки будут рассказывать об этом, политики будут рассказывать. Это очень дорогого стоит. А когда я с нашими жителями, уроженцами Чувашской республики встречался, конечно, они рассказывали, что в течение 23 лет пребывания в составе Украины ничего хорошего, ничего радостного не видели. Вот теперь у них уверенно завтрашний день. И сегодня те жители, которые уже являются гражданами Российской Федерации, они живут по нормам российского законодательства и получают российскую пенсию. Работники бюджетной сферы получают заработную плату по всем тем стандартам, которые приняты на уровне Российской Федерации. Это во-первых. Во-вторых, касаясь экономики, все промышленные предприятия, будучи в составе Украины, они прекратили свое существование. Мы посмотрели республике Крым, завод, который производит электротехническое оборудование для наших российских железных дорог. Ну, это самый-самый такой лежачий завод, может быть, на территории нашей республики, который мы видели. Вот можно сравнение вот так говорить. Понятно, наши предприниматели, которые вместе с нами были в составе нашей делегации, они нашли личные контакты. И мы договорились с руководителями обоих регионов, и Сергеем Валерьевичем Аксеновым, и Сергеем Ивановичем Миняйло, о дальнейшем нашем взаимовыгодном сотрудничестве. У нас есть лучшая практика и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и в сфере физической культуры и спорта, в сфере культуры, земельное законодательство, земельные отношения, потому что республика Крым является сельскохозяйственным регионом. Во время еще существования Советского Союза в алом региональном продукте у них 60% занимало сельское хозяйство. И все эти точки зрения они хотят восстановить. И как раз вот земельные отношения на сегодняшний день являются у них сдерживающим фактором. И Сергей Аксенов отправит к нам делегацию и главу администрации сельских районов, озадачены, чтобы оказать максимальное содействие, чтобы на наших ошибках они принимали качественные нормативные боровые документы, которые будут работать на благо земледельцев, на благо сельскохозяйственных товаропроизводителей. Спасибо. Спасибо. Второй вопрос. Российская газета, пожалуйста. Российская газета, Александр Кузин. Михаил Васильевич, вы достаточно часто встречаетесь с руководством страны, с Владимиром Владимировичем Путиным. Дмитрий Медведев недавно к нам приезжал. Как вы сами оцениваете уровень отношений, взаимоотношений с федеральным центром? И насколько правительству республики удается отстаивать свою точку зрения в Москве? Они выстроены на деловом уровне. Все наши просьбы находят соответствующую реакцию. По нашим письмам есть соответствующие поручения. И мы с федерального центра как привлекали федеральные инвестиции, так и будем привлекать. Мы, Чувашская республика, участвуем во всех федеральных государственных программах, достойно проходим все те конкурсы, которые объявляет федеральное министерство и по программе моногородов. И на днях примется решение, соглашение подписан по получению федеральных инвестиций по городу Канаш как моногород. Дмитрий Анатольевич Медведев, когда в Новочебоксарске был 17 февраля, я напомнил, что город Новочебоксарск участвовал на конкурсной комиссии правительства Российской Федерации и как моногород впервые прошел этот экзамен и получил сотни миллионов рублей для развития малого бизнеса, среднего бизнеса. Вы помните, уровень безработниц в Новочебоксарске был 9,5%. Сегодня составляет полпроцента. Заводы открывали и будем на этой территории открывать. И тем самым благоприятная среда создалась. В то же время Путин Владимир Владимирович, когда посещал Международный спортивный форум России «Спортивная держава», как раз мы были в Новочебоксарске, и я ему докладывал, как средства мы использовали эффективно и какая ситуация на сегодняшний день в городе Новочебоксарске, в городе Чебоксары и вообще на территории Чувашской республики. И до этого у меня была рабочая встреча. И практически оба руководителя, и президент России, и представители правительства, владеют ситуацией и общественно-политической на территории нашей республики, и макроэкономическими показателями, и теми показателями, как развивается малый бизнес, средний бизнес, какой уровень инвестиционной привлекательности, делового климата. И хочу еще раз подчеркнуть, по итогам 2013 года мы заняли 14 место среди 83 регионов Российской Федерации. Ну, на сегодня 85, потому что два региона, два субъекта не участвовали в этом конкурсе, который проводит, прежде всего, правительство России. По новой методике, это очень важно, это ключевые показатели. Спасибо. Чувашское радио, Гатер Качаш. День России, Чуваш Мулянов. Михаил Васильевич, я хотел бы задать вопрос по теме сегодняшнего информдня. В 11 марта, ведь на свидании правительства, были обсуждены итоги социально-экономического развития в прошлом году, и вот задачи ставились на нынешний год, где акцент был сделан на антикризисные мероприятия. Программа действий принята правительством Михаила Васильевича, и если принят, то в чем суть? Спасибо. Спасибо, Николай Александрович. На самом деле, одним словом, можно сказать, это антикризисный план на три года, на 2015, 2016 и 2017 годы. Во-вторых, он, правильно если назвать, называется план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в социальной сфере. Данный план состоит из 77 пунктов, основные направления там предусмотрены, ответственные органы исполнительной власти назначены и определены четкие сроки. Но этот план не является догмой, вы это тоже представляете. Ситуация поменяется в ту или иную страну. Мы, конечно, будем корректировать. На это есть воля наша, правительство Чувашской республики. И всегда будем советоваться с органами местного самоуправления, консультироваться с общественными организациями, депутатами, собрания депутатов разных уровней. С одной единственной целью, чтобы максимально соблюсти интересы даже отдельных микрорайонов, отдельных населенных пунктов. Это прежде всего касается отраслей промышленности, сельское хозяйство, жилищно-коммунального хозяйства. Ибо здесь ситуация на самом деле не совсем простая, но сельское хозяйство в данном случае имеет дополнительные возможности производить продукцию еще больше, потому что продукции продаются. И с точки зрения дальнейших подходов мы будем участвовать в фонде при Министерстве промышленности Российской Федерации, где будут предоставлять кредиты субсидируемых процентных ставок. То есть это льготные кредиты для того, чтобы модернизировать промышленные наши производства, провести диверсификацию, чтобы с учетом темы импортозамещения появились новые конкурентоспособные товары. Электротехнический кластер в данном случае, то, что в антикризисном плане есть, там у нас ситуация наиболее благоприятная. Единственное, мы будем для них создавать центр по сертификации производимой продукции, чтобы эти сертификаты действовали не только на уровне Российской Федерации, чтобы они действовали и на территории страны СНГ, и на территории стран Евросоюза. Это очень важно, ибо им приходится на сегодняшний день сталкиваться с такими бюрократическими проволочками. Это, во-первых, удорожание продукции, и с другой стороны, наши производители находятся сегодня не в равных условиях, хотя конкурируют с мировыми компаниями. Касая строительства жилья, я озвучивал цифры. Сегодня ипотечное кредитование начнется через наши государственные коммерческие банки, другие коммерческие банки, 13% годовых. Это должен дать тоже дополнительный импульс для того, чтобы поднять покупательский спрос нуждающихся в жиле, которые стоят в очереди. То есть, я полагаю, объемы строительства жилья частично могут упасть, но с учетом участия Чувашской Республики в государственной программе, которую проводят Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, мы в этом году большого победения не увидим. Татьяна Александровна, Шумерлинская газета «Вперед». В последнее время делается многое в плане улучшения качества медицинского обслуживания на селе. Конечно, проблем еще много. Скажите, а что будет предпринимать власть в дальнейшем, в плане дальнейшего развития здравоохранения на селе? Спасибо. Я хочу сказать, Татьяна Александровна, о том, что наше здоровье только на 10-15% зависит от медицины. Конечно, бывают разные болезни, и с этой точки зрения, хочу сказать, подходы они были в том направлении, чтобы вовремя вылечить человека, чтобы он уже ощущал себя здоровым человеком. Мы миллиарды рублей вложили в здравоохранение, купили чувствительное оборудование, и итоги диспансеризации по каждому муниципалитету есть, по результатам мы имеем показатели уже здоровья наших жителей Чувашской республики. В перспективе, где мы не завершили все эти работы, будем завершать, на это соответствующее средство мы предусматривали и будем предусматривать, но касаясь сельской местности, мы запускали программу строительства 100 фельдшерско-акушерских пунктов, мы построили в Вели 60, я сейчас, бывая в муниципальных сельских районах, слышал слова благодарности ветеранов и людей в молодом возрасте, потому что комфортные условия. Те ФАПы, которые были на курьих ножках, мы их снесли, и практически даже на этом фундаменте ничего не строили. Оснастили их современным оборудованием и сегодня специалисты обслуживают. Остальные 40 введен в этом году, последний ФАП должен быть введен в эксплуатацию в августе этого года. На это средство предусмотрено, сегодня проходит процедура проведения конкурсов торгов. Проблема в дефиците минсинских работников сельской местности. Вот этот вопрос мы до конца не разрешили. Понятно, есть рынок труда, у каждого конституционное право. Но в то же время по программе «Земский доктор» мы привлекли в сельскую местность 239 молодых специалистов. Они сегодня работают. Кроме всего этого, мы по программе «Социальное развитие села» предоставляем безвозмездную помощь в виде субсидий, социальных выплат в размере 70% тем работникам, которые возвращаются для работы в здравоохранении в сельской местности. Эта программа у нас в действии. Удовлетворенность населения в сфере здравоохранения в динамике с каждым годом растет. Это положительный фактор. Спасибо. А нами труда, город Ядрин. Добрый день. Ядринская районная газета, Светлана Трелинская. У меня вопрос звучит так. В связи с кризисом не будут ли сокращены социальные программы? Я имею в виду обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, детей-сирот. Спасибо. Спасибо за вопрос, Светлана Владимировна. Отвечаю. В нашем законе о республиканском бюджете средства на эти цели предусмотрены. По предоставлению ее квартир ветеранам Великой Отечественной войны работа огромная проведена. Цифры они озвучены. Около 5 миллиардов рублей мы получили. И около 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили эти квартиры. По этому году, на сегодняшний день, я могу доложить перед вами ответственно, 215 миллионов рублей мы получаем и направляем на предоставление жилья нашим ветеранам. На эти средства получат 190 ветеранов. Но остается еще несколько десятков человек. По выделению дополнительных средств мы обговаривали 17 февраля во время рабочей встречи Дмитрия Анатольевича Медведева официальное письмо в работе в соответствии с его поручением с Министерством строительства России отработаем. И наша задача, чтобы все ветераны Великой Отечественной войны до 9 мая, до дня победы, должны получить. Касаясь многодетных семей, вы знаете, что мы ежегодно средства выделяем и предоставление земельных участков, и предоставление безвозмездных квартир, или выделяем средства на их приобретение, или они, когда готовы сами построят, выделяем соответствующие средства им самим через муниципальное образование. Ежегодно 35-45 семей, многодетных семей, где 5 и более детей получали квартиры или строили дома. В этом году, я на память сейчас скажу, где-то 33 семьи, где 5 и более детей получат по предусмотренным средствам в бюджете, это бесплатное жилье, по-другому говоря, по детям-сиротам средства предусмотрены. Мы в 2013-14 годах очень четко проработали, сотни детей-сирот получали. По этому году получат где-то 115-120 детей по территории Чувашской республики. Но по детям-сиротам хочу сказать, мы практически закрыли два детских дома-интерната. Наша задача, чтобы эти дети максимально воспитывались в семер. Потому что семья – это лучший способ, лучший метод воспитания детей. И мы безвозмездные субсидии в размере 300-375 тысяч рублей будем выделять тем семьям. Это одноразовые выплаты для того, чтобы родители ощущали определенные финансовые меры поддержки со стороны государства, чтобы детей и одевали, и обували, и, соответственно, создавали соответствующее благо. И дальнейшие наши подходы, не только в этом году, все средства предусмотрены по поддержке всех этих трех категорий в республиканском бюджете на 2015, 2016 и 2017 годы. И хочу сказать, и в 2016, и в 2017 году эти категории людей будут поддерживаться реальными финансовыми средствами. Спасибо. Кто не понял, как поддержит республика в этом году сельскую культуру? Это, конечно, Маргарет Ли Михайлович. Да, это, конечно, я должен. Чувашь, молдан, хороу, кайран, бурыш, лагу, жарап. Чанага, таезерпедия, кытказу идущиклеры. Менжа, дезесен, первен, ялдарганже культура, кермений зем, ябыхсагарыш, юху-мабушлары, шаннаш-жудайлзе, ейбир пэлдерде, вежимежолда республика, бюджетничен укшаденге уйырдымыр, уйырдымыр муниципалитетсене, базеем, ялдаргсен, ялдарг пушлаксенбе пахса, хыш клубсене, хыш кермендзене, приоритет ламайба, юзавжиздей термеле тереш, шанава лейбар укшаденге уйырдымыр. Юза маанчахмар укшаденге уйырдымыр шэне, лайэх, вэйлы, оборудованызем, ялдаргсен, ялдаргсен, депутатсенбе тэльбулыны маэн, таауза маэхэзем, калашэ, клубсам, ергелэшлэшэ, пэээнгэггуна, пэддем, майзэм дузабана, ватызем валиде, шамрэксен валиде, шкулачэзем валиде, терлэ деслэ кружоксене, журэмешкэн, шауна шкалах, хэзэн, пылдарулықне кітартмашка. Унзырбышне, кыжалгийшыл, бюржетра укшаденге пықсақ барна, ширім пэр, ял, хужалық районенше, конкурстарық, клубыч рэжэнезене, суйлазыйлэшэ, пэээнгэггуна, бэр, правилсаржайыншы, укшаденгіне, пайларымыр, ширіплетірмір, шуллахи вақытыра, сиюзэн бүшландыға әйтчэн, пәдем, іже туза бүдерімелі. Ишавнамайын, кашны ишу, ширім, шар, вадыржар, клуб, ялдырығынчы, ебір, юзар, іжэзэне туза әртіретбір. Унзырбышне, нөмайбылмаш, район депутат зэм, дәртіреш, перенюмра, үйді, малаллаш, шэне клуб сэм түватрі, ялдадызе, ебкаларам, фаптузабденнығын, фаптузабденнығын, ебір южынатпыр шэне браграмма, аалы клубыладе был, шитмел білі клубыладе, шуу шлаза бғатпыр, чываш, патшалық, канажын депутат зэмбе, сымахлазы елетпыр, пайдым емді хакланақыщан, ежуну еженатпыр, яваплы ежунығында еженатсып, мен жәндізесін, үхча дэнге, пәянхек үнна, шеделік сэрдерек. Тадабусь, речі ідет о строительстве и модернизации, и капитального ремонта клубных учреждений, хочу к сведенюю сказать, мы ежегодно средства выделяли на клубные учреждения в сельской местности, не только на уровне района, а на самом деле на уровне сельского поселения. Мы ежегодно до 30 клубных учреждений ремонтировали, проводили там капитальный ремонт, и не только, оснащали практически современным оборудованием, светосигнальным оборудованием, музыкальные инструменты покупали, потому что одно дело капитально не отремонтировать, если там не будет инструментов, конечно, творческие, талантливые люди не могут там заниматься. В этом году средства выделения 21, сельский клуб будет отремонтирован, мы эти средства на уровне правительства уже распределяли, сегодня идет процедура проведения конкурсов, и задача поставлена к началу отопительного сезона, чтобы эти клубные учреждения в сельской местности полностью были отремонтированы, оснащены соответствующим оборудованием, и созданы были хорошие такие условия для талантливых, одаренных, целеустремленных, творческих людей, чтобы там работали кружки, собирались и наши ветераны, и молодые люди, и наши школьники. Эти вообще учреждения должны у нас стать многофункциональным, универсальным центром, чтобы эти были площадки не только там, допустим, для работников культуры и для жителей, а вообще туда приходили и бизнесмены, которые хотят заняться малым, средним бизнесом, могли общаться, соответственно, чтобы новые идеи через проекты были представлены через администрации районов на уровень правительства Чувашской республики, и мы, соответственно, отбирая эти проекты, будем оказывать финансовую помощь для того, чтобы они могли самореализоваться. Галина Миронова, газета «Грани». Вы с первых дней пребывания в должности руководителя Чуваши большое внимание уделяете недобросовестным, скажем так, управляющим компаниям, боретесь с ними, как можете. Вот эта борьба, она дает положительные результаты, или она больше похожа на сражение с ветряными мельницами? Спасибо. Конечно, мы не могли наблюдать в стороне и следить за тем, что же происходит в сфере жимовического мануального хозяйства, ибо жители многоквартирных жилых домов задавали эти вопросы и будут задавать. Мы на самом деле эти вопросы обсуждали на рабочих наших совещаниях, но кроме всего этого, мы обсуждали эти вопросы на подведении итогов социально-экономического развития муниципальных образований, где мы поднимали руководителей управляющих компаний, задавали приятные и неприятные вопросы. Они потому что не отчитывались перед своими жителями многоквартирных жилых домов, средства собирали, и отдельные руководители, должностные лица этих управляющих компаний, организаций жилищного и коммунального хозяйства выводили эти средства за пределами Чувашской республики. По факту я могу сказать, город Новочебоксарск, компания «Новек», Андрей Ющенко, я помню, значит. Вы же помните, когда мы его поднимали, где были и депутаты городского собрания, руководители организаций, руководители и ветераны общественных организаций, и он тогда отвечал, что он честный руководитель, никакие средства он не крадет, средства или активы не выводит. Но понадобилось очень много времени, два с половиной года почти что прошло, да, пока не состоялось решение суда. Он, оказывается, выводил активы, есть на это решение суда. Следующий факт – это Миронов, который был тоже в Новочебоксарске, потом пошел в Шумерлю, занимался разными мошенницкими схемами, решение суда есть, человек привлечен к ответственности. Алякин, город Канаш, Янтиковский район, оказывал услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Есть решение суда, человек привлечен к ответственности. Коммунальные технологии, Лучинкин, тоже, значит, и ряд других должностных лиц. Мы же всегда эти вопросы ставили не от того, что нам это хотелось, потому что мы получали сигналы, мы получали обращение с жителем многоквартирных домов, хотя инструментов влияния на этих должностных лиц, у должностных лиц, которые правильцы работают, очень мало. Тогда не было еще жилищной инспекции. Сейчас, ладно, жилищная инспекция ведет надзор соответствующий, и есть соответствующая сейчас процедура лицензирования. Они-то живут на сборах жителей многоквартирных домов, когда жители ставят эти вопросы перед нами, хотя они напрямую должны были ставить, но влиять не могли. Имея соответствующие полномочия, с учетом эффективности взаимодействия правоохранительными органами, органами прокуратуры, мы доказали, что эти люди, эти должностные лица не выполняли прямые функциональные обязанности, они просто сели на схему. И этот подход государственный, он был, есть, и в дальнейшем мы только так будем подходить. Сюзанна Сташенко, газета «Республика». Михаил Васильевич, в год 70-летия Великой Победы над фашизмом не можем у вас не спросить. Такой вопрос у нас. Великая Отечественная война коснулась практически каждую семью нашей страны. А что для вас значит праздник Великой Победы и, может быть, коснулась война Великой Отечественной и ваших родных? Мы в этом году будем праздновать 70 лет победы советского народа Великой Отечественной войне. И мы должны достойно подготовиться и провести это мероприятие для объединения созидательных сил всех политических сил, общественных организаций, всех граждан России, чтобы вопросы воспитания и военно-патриотистского воспитания, любви к родине, любви к родной земле вышли на первый план. Потому что вы слышите отголоски отдельных государственных деятелей стран Европы, американцев в частности, кто-то хочет приписать эту победу себе. В республике у нас план мероприятий есть. Мы достойно проводили этот праздник не только в столице нашей республики. Мы будем проводить это мероприятие на уровне сельских поселений, в населенных пунктах, на уровне сельских районов, на уровне всех городов. И 1026 монументов воинской славы должны привести в соответствие. Я в своем послании поставил эту задачу. Не только за счет бюджета, а за счет благотворительной помощи. Ибо здесь должен сработать на территории нашей республики метод Неме. Касаясь меня лично, мой отец был участником Великой Отечественной войны. В молодые годы ушел, потому что имел соответствующее ранение. И брат моей мамы тоже скончался. В Псковской области, где очень много тогда бойцов практически умерло, погибло под натиском вооруженного врага. И эта победа, она на долгие-долгие годы останется в памяти россиян, в памяти народов Советского Союза по тем временам. Добрый день. Светлана Познякова, ГТРК Чувашия. Вы уже сказали, что в сложившейся экономической ситуации многие предприятия определенные трудности испытывают. Мы знаем, что Чувашия трудоизбыточный регион, и многие наши жители выезжают за пределы республики. Как Вы считаете, если все они вернутся на малую родину, не испытаем ли мы определенных трудностей на рынке труда? Ведь в последнее время мы говорим, что у нас сложилась очень благоприятная ситуация здесь, именно на рынке труда. Касаясь работников, которые выезжают и зарабатывают, с одной стороны, мы живем в едином пространстве Российской Федерации, и беды, как такой большой нет, где-то человек трудится, зарабатывает. Самое главное, они должны работать не по сырым схемам. Насколько я понимаю, речь идет о тех работниках, которые выезжают, работодатели или там, кто нанял их, платят по сырым схемам, или в конвертах, и никакого учета и контроля нет. И никто из них налоги не платит. На сегодняшний день процесс возвращения этих работников, которые выезжали в Москву, Московскую область, другие регионы, пошел в пользу экономики Чувашской республики. В районах ко мне даже подходили эти работники, где бы могут они трудоустроиться. Я сказал, вот рынок труда, официальный сайт, все там есть. Сколько на сегодняшний день работодатели обращаются за поиском рабочей силы. И тенденция на сегодняшний день не так сильно ухудшается. И в сельской местности по трудоустройству никаких проблем нет. Даже если я вам сказал, сельхозорганизации не могут вас принять, вы можете организовать крестьянское ферморское хозяйство, можете заняться личным подсомным хозяйством. Сегодня продукции, которые будут производиться ими, они продаются по хорошим, достойным ценам на сегодняшний день. И в убыток себя никто не будет работать. И с точки зрения подходов на уровне городов, здесь большой такой проблемы не было. На сегодняшний день спрос рабочей силы, он тоже есть. Со стороны работодателей, которые ведут свою коммерческую деятельность на территории наших городов. И по линии заказов Минобороны, по линии заказов наших государственных корпораций, потому что это гарантированная оплата. И уровень заработной оплаты у них там тоже не такой низкий. Они всегда выше, чем среднереспубликанский показатель. Ситуация будет ухудшаться или улучшаться, мы будем все это отслеживать. Но для того, чтобы даже в худшем варианте у них нет специальности, мы готовы за счет бюджета их переобучить, переквалифицировать через ускоренные процедуры обучения по фактору времени в течение 4-6 месяцев они могут получить какую-то специальность. И тем самым могут уже по этой специальности трудоустроиться. Я называл эти цифры, еще раз отмечу, от 9 до 30 тысяч работников, которые даже сегодня числятся официально на работе, могут быть выслуждены на решение всех тех вопросов, которые есть на рынке труда. Мы предусматриваем 572 миллиона рублей. Это огромные средства, это только на этот год. Ситуация будет ухудшаться, допустим, да? Мы будем корректировать совместно с Министерством труда Российской Федерации. Но на сегодняшний день мы на уровне правительства совместно с органами местного самоуправления, совместно с работодателями подготовились даже к худшим условиям стечения обстоятельств. Юрий Гурьянов, телеканал ЮТВ. Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, какое значение Вы придаете идее, или, так скажем, процессу объединения чувашского народа, где бы они ни жили? И каким образом, и что нужно делать для того, чтобы укреплять все наши культурные автономии, и чтобы чуваши, живущие в разных регионах, взаимодействовали и поддерживали друг друга, чтобы таким образом поддерживали имя чуваши? Я только за, чтобы богатство чувашского народа только приумножалось, ибо это сокровище наши чуваши. Вы знаете, что чуваши занимают, по последним данным, официальные переписи населения на 1 января 2010 года, пятая нация. Об этом-то тоже мало говорим, надо побольше говорить. Полтора миллиона, я округляю эти цифры. Даже в Республике Крым и Севастополе, когда я с уроженцами встречался, у нас же еще приехали артисты туда, спели песни, станцевали, сплясали. Наши уроженцы вместе с ними пели. На все это дело посмотрели их дети, которые пришли в эти залы. И это здорово. И эти мероприятия, конечно, нужно проводить, проводить эффективно. Но тоже на днях принял президент России соответствующее решение. Дал поручение представителю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы на уровне федерального центра было создано федеральное агентство по национальным вопросам. Это очень важно. И я полагаю, что в ближайшей перспективе эта агенция будет создана. И этот аппарат будет работать с нами, с регионами, с национальными республиками. И соответствующие средства из федерального центра будут выделены для того, чтобы не потерять эту культуру. Игорь Гунбулдар, Наций Радио, Олег Прокопьев. Совет Саманын же писатель зимбе поэтсене Чавдер и Хизеплене. Совет Саманын пергигана калачмаспор, падша саманы в его один житель, амбеге клару турбулна. Уйрумах Николай Проремыш Патшаберги, Калазах Вармалла, был вырос писатель зимбе поэтсене, художник зимбе Чавдер и Камыллана, пурь енжендия, пук шаденге енжендия, утеделя ж нежендия полушеса тонна. Езир, чаваш писатель зимбе поэтсене юрададари, вазем баян меженженщирныне полетери, хавар юрадыне шереплецце, кыжал литература шулдалагенче, падшалах, пиренреспублика, вазене менлепулы жупама хадир. Добрый день, Дорогий Иванович. Чаваш писатель зимбе юрадады. Укшаденгин джень, Ильес Ползацан, я беру Константин Васильевич Иванов, шулдалагне, кыжал Иртейнямаен, я беру культурный министерстви Урла, укшаденге пахсахварна, кыжаланде Ахмары, ты жил да пахсахварна. Шиделик ли вулукшай, шиделик ли мари, калады, шиделик сэр. Мааламин думала, перен шау, вайлы, матур, пулдарулы, тараватлы, шинзем жине, утларах пахса, шак тараватлы шинзине, малалла, пулушса, бырза, вазен литература, лаекса вазен, лаек юрызен, ширмашкин, майзем дузабмала. Укшаденге негшанда житмяне, патша былымджик неге житмяне, советсоуисвогынге былымджик не житмяне, падем литераторзам вали, падем писательзам вали. Шавнамая, не пхаменжен, шандарза галады, укшаденге, утларах уйрадпыр, мен жинде здесь, чеваш литература былмазасан, чеваш поэзия былмазасан, чеваш писательзам былмазасан, и бир хамар пуянлыха, пачекэнь, пачекэнь, чеваш шухотна литература. Я псирешандарза галады. Касаясь вопроса Олега Ивановича, по развитию литературы, любви к поэзии, вообще к писателям, я сказал, я люблю их всех. Со стороны государства, все ли мы делаем? Конечно, мы делаем, но недостаточно. Средств не хватает на все, но мы через грантовую основу средства выделяем. На память я сказал, один грант там 50 тысяч, следующие гранты там по 75 тысяч. Для творческих коллективов, через конкурсы, через принципы состязательности, открытости, вовлекаемости, вовлеченности всех участников этого процесса, мы ежегодно эти мероприятия проводили и будем проводить, и средства не будем снижать, несмотря на финансовые, экономические кризисы. Вот это наша принципиальная позиция. Андрей Яверьянов, газета «Чебоксарская правда». Уже Михаил Васильевич, вот в последнее время промышленность республики лихорадит, проходят сокращение на Канарском заводе промо-трактор «Вагон». Рабочие Чебоксарского завода промышленных тракторов вынуждены писать письма Владимиру Чебоксарскому с Путиным, на что в этой ситуации могут рассчитывать сегодня рабочие и имеет ли вообще руководство региона в данной ситуации рычаги давления на крупный бизнес? Спасибо. Это проблема не одного года. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин владеет ситуацией, ибо в соответствии с его поручением на уровне правительства Российской Федерации приняты определенные решения. Наблюдательный совет Внежеэкономбанка 18 декабря принял решение о реструктуризации задолженности концерна-тракторные заводы, там банковский синдикат, в сумме 32 миллиарда рублей. Дмитрий Анатольевич Медведев подписал решение Наблюдательного совета. Концентраторные заводы, в том числе агрегатный завод, вошел в список крупных промышленных предприятий, которые будут находиться под контролем правительства Российской Федерации, которые будут получать государственную поддержку с федерального правительства, в данном случае через Министерство промышленности Российской Федерации. По сокращению кадров процессы они идут на рынке труда. Каждый работник сегодня концерна-тракторные заводы, который работал на неполном рабочем дне, неполную рабочую неделю, если не согласен уровнем заработной платы, у них есть право уволиться, переквалифицироваться, переобучиться, встать в службу занятости, а потом трудоустроиться. Мы всем создаем здесь равные условия. Отдавить на бизнес, который занимается коммерческой деятельностью, мы никогда не делали, хотя можно, допустим, просить налоговые службы, чтобы давили, душили. Мы этим никогда не занимались и никаких поручений или посылов не давали. И не будем этим никогда делать. Я пресекаю все эти вещи, когда по отдельным случаям владею, допустим, не только информацией, а по реальным делам. Мы оцениваем, когда встречаемся на разных площадках. Перспективы тракторных заводов есть, я хочу сказать. Модернизацию завод должен проводить. Агрегатный завод, который на сегодняшний день находится в этом состоянии, конечно, он существовать и производить конкурентоспособную продукцию в рыночной экономике не может, потому что старое оборудование, модернизация, чаще всего только проведено, а все остальное находится в таком состоянии, что там 50-е, 60-е годы как оборудование поставили, так и стоит. Когда тракторный завод через модернизацию, через диверсификацию восстановит свое производство, я полагаю, эти работники будут туда возвращаться, когда мотивация будет хорошая и уровень зарплаты будет их устраивать. Значит, много сегодня говорилось об экономическом кризисе. Трудно предприятиям, трудно бюджету. Недаром вы подписали указ о сокращении зарплаты себе, членам вашего правительства. Сокращение зарплаты ведь касается не только министров и руководителей вашей администрации, но и рядовых сотрудников аппарата. А мы знаем прекрасно, что зарплаты у них не такие же большие. Может быть, есть смысл их пощадить? Спасибо. Я принял решение, и это имеет тоже значение и этики, и морали. Снижение зарплаты на 10% главы республики, председателя правительства, государственных министров. На 10% у нас позиции такая, на остальных государственных муниципальных служащих, кроме заместителей министра, не распространять. В связи с тем, что мы работаем по количеству государственных служащих с минимальным количеством, обеспечивая оказание государственных муниципальных услуг жителям Чувашской республики в сравнении с другими регионами Российской Федерации. Есть принятое решение, и принятое решение все министерства, все государственные министры будут выполнять. Газета Таваньен, Татьяна Вашуркина. У меня вопрос на спортивную тематику. Михаил Васильевич, всем известно, что вы играете и в волейбол, и в футбол, занимаетесь лыжами, велосипедным спортом, легкой атлетикой. Несомненно, являетесь примером для нас всех. А в последнее время вы освоили для себя какой-то новый вид спорта? По новым видам спорта мы начали члены правительства и депутаты государственного совета играть в хоккей, ибо Ледовый дворец мы будем открывать. Когда несколькими видами спорта занимаешься, это интереснее. Вера Фомыльнич, Боксарские новости. Вопрос в продолжении спортивной тематики. В этом году в Чебоксарах пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике, а в следующем и в 2018 году мы будем принимать уже командные чемпионаты мира по спортивной ходьбе. Что это дает Чувашской Республике? Спасибо. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике проводится вообще впервые в Российской Федерации. Впервые. До этого регионы участвовали, но на конкурсы не могли победить. Город Чебоксары одержал эту победу, и в июне месяце как раз в канун проведения Дня Республики будут проходить эти мероприятия. 12 стран по 50 человек спортсменов, это профессиональные спортсмены, плюс обслуживающий персонал. Они, во-первых, будут устраиваться в нашей гостинице, будут питаться в наших ресторанах, это они все за свой счет. Тем самым лучше заработает потребительский рынок. А для того, чтобы сказать, что мы будем иметь от проведенного мероприятия, улучшится деловой климат, инвестиционная привлекательность, средства массовой информации не только Российской Федерации и мира будут освещать через Федерацию легкой атлетики, через Международную Федерацию легкой атлетики. И наши молодые люди, увидев все это дело, будут стремиться заниматься спортом, кто-то в перспективе станет чемпионом не только Европы, не только мира, но и олимпийским чемпионом. Это важный фактор в нашей жизни, в нашем обществе. То, что в 2016-18 годах еще два таких спортивных мероприятия вводят, это тоже здорово, это наша победа, победа горожан, победа жителей Чувашской Республики. И мы будем все смотреть, улыбаться, конечно, будем болеть за команду любимой Российской Федерации, где наши спортсмены Чувашской Республики будут участвовать в составе сборной команды Российской Федерации. Есть для этого все предпосылки. Иванов, газета Садская Чуваша. Михаил Васильевич, посевная на пороге, следом другие сельскохозяйственные работы, которые обещают быть, в общем-то, непростыми и не из-за погодных условий, которые пока неизвестны, какими будут, а из-за того, что по данным Минсельхоза нынче потребуется где-то порядка на 400 миллионов рублей средств больше, чем было в прошлом году. Вот с учетом этого удастся нашим аграриям при поддержке правительства республики выполнить, справиться с запланированным. Но на сегодня приняты правительством Российской Федерации соответствующие решения по субсидированию кредитных ставок. 17% в среднем называем будут субсидироваться ставки для наших заемщиков, которые занимаются сельским хозяйством, те, которые занимаются сельским хозяйством, ведя личное подсобное хозяйство, в среднем ставки будут субсидироваться 11%. Это льготные условия. Кроме всего этого подписывается сейчас решение правительства Российской Федерации. Вчера приняли там решение, еще 32 миллиона нам выделяют для фермерских хозяйств по оформлению земельных участков, и еще там дополнительные средства будут выделены. Но в то же время я хочу сказать, сегодня на потребительском рынке цены на сельскохозяйственную продукцию сложились благоприятные, прежде всего для производителя. Тем самым оборотных средств больше, чем в прошлом году у всех форм хозяйствования. по получению прибыли она почти два раза больше по итогам 2014 года, чем было в 2013 году. И эти предпосылки, они благоприятные для того, чтобы кредитоваться, привлекать небюджетные источники через наши банки, которые кредитуют сельского хозяйства, и максимально обеспечить материально-техническими средствами. Это удобрения семена, соответственно, другие, говоришь, смазочные материалы, запасные части, технику вовремя подготовить. Сегодня эта работа проводится. И третье хочу сказать, сегодня конкурентная среда в отдельных районах сложилась, это не в тех районах, где Яльчикский, Баттеровский, Комсомольский, земли давно обрабатываются. Сегодня конкурентная среда создалась и в других районах. И тем самым полагаю, что производство сельскохозяйственной продукции по объемам, как вы сказали, зерна, картофеля, мяса, молока, овощей будет больше, чем в 2014 году. Ольга Павла, Патриэль район, ягод, хачат редакции инжен. Агропромышленность комплексный адаландар нацио проекты ваягин рейнбе Патриэль район, инжи ойрым хушмагушалық ба бурнаганзе вижи миллиард тенге дырла укшай эліні. Волшутран пэльдер пир кшаркерых тогрі миллион кенгі. Пирын кударду республикарада че пузык кезен дейнбери анжа халыға субсидизіне вғытыра күшарзапаманы бұжырғандыр. Михаил Васильич, шағын біргезері, міншу ғушыладыр. Табдабы жөлгі бетроуна, педем парамзені пөлдіргі игіпінде вүндваттымыш шүлдапамалыны ебер парзапы дептімір бұл жутыра патриэль районі. Пирын Малай бір, хамар бюджетран уйырмалы ғуша зені, ялхушалық министерсі уғырла бахатра жидерет претезегілер. Шамбада ездел каламабылдар ялхушалық предприятий зені, хушмах ғушалық зені, шамашкала фермер ғушалық. Мен жіндезесін, пайынгігігіна пиры ғуша дегі жиделік лі ғуырна, пөзімішлі Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В данном случае эти просьбы были от тружеников народного хозяйства Советского Союза Потому что мы принимали когда решение от трудового стажа мужчинам 45, женщинам 40 лет Это было одно принятое ответственное решение Но когда наши ветераны начали получать не только звание, но и ежемесячный размер в виде денежных средств На сегодня могу сказать 1082 рубля Конечно, это сколыхнуло ветеранов У кого-то полгода не хватает, у кого-то там два года не хватает И мы приняли другое ответственное решение совместно с Государственным Советом Чувашской Республики И в этом году, начиная с 1 июня текущего года, все те заявители, которые будут оформлять документы Мы будем не только звание присваивать, но и подтверждать денежными средствами в размере 1082 рубля в месяц Мы уважаем и любим наших ветеранов Это наша принципиальная позиция на уровне правительства Чувашской Республики, на уровне муниципалитет И мы все будем делать для того, чтобы наши ветераны чувствовали внимание со стороны органов власти Спасибо за внимание Коллеги, и последний вопрос национальной радиокомпании, национальной телевидении Национальной телевидении Чуваши, Регина Кубайкина Иберни журналисты, Михаил Васильевича, на Астримбе район зенитух сачурит пар Он дайзер терлечен зимбедель блатер Неложки вогатра, то джахтер благан уйдунде в суйлав бачиханна Изер авун уехни в инвещимы жинче, ховар кандидатуру на шах суйлават ратный жинчень Сирин ширп шухжа пелескелет, тада Чуваш халахе, Чуваши сфорикенжи бурнаган зим, сири шанны не зер туятре Тада бош, ебе чынахақта шағаны жа туиады Мен жән дезең тадыржақ, тіл бұлады, Чуваши республики шәрежинжи бурнаган шынзен бе, депутатсен бе, апсес ола дейтіл зен бе Кам политикара баян кегуна хэне туиад, кам шак политикара, елна худшына, тада худшынашын Взен, үйдаш мана, ман кандидата хама, хам кандидата таратмашка Ебе хурап алын дүхне, езер үйдатор бұл засын, еб хиришмар дерім хам кандидата таратмашка Шауна маен пирен сүйлаф дабхарэш и вғарзабурат, закон бакилю жүлін, она пасмазар ебір, шак сүйлаф ежезене ертілмеле Я уже ответил, да, буду выдвигать свою кандидатуру, соблюдая открытость, корректность, публичность, конкурентность Время остаётся совсем немного, полгода, да? Есть избирательное законодательство, есть федеральные законы о проведении выборов и ряд других законов на территории нашей республики Все политические партии, которые зарегистрированы, они тоже имеют право на сегодняшний день выдвигать своих кандидатов Всё, спасибо коллеге большое, всего доброго Спасибо большое, низкий бокон всем журналистам Субтитры создавал DimaTorzok